И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ, мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала Тарковая Марка Гейтман и Медицинский центр «Призма». Основенные связи Виталий Портников, мы страшно благодарны вам за то, что вы нашли для нас время. Приветствую, Людмила, здрасте. Виталий, ну вот честно, как-то поднадоело слово «тупик», оно просто со всех сторон как-то, даже если хочешь закрыть уши, то обязательно где-то прочтёшь, а если не прочтёшь, не хочешь читать, то обязательно где-то услышишь. И в этом смысле хочу вернуться к куче всяких разных статей, которые в последнее время появляются, и некоторые статьи напрямую связаны с тем, что мы обсуждали с вами ранее. А вот буквально на этих выходных появилось две статьи, которые предлагают поменять Украине землю в обмен на мир. И первым с такой идеей выступил Расмусон, мы знаем, что The Guardian опубликовала его интервью, он сказал, что в принципе это нужно сделать путём принятия Украины в НАТО. И вторая статья, которая появилась, это, конечно, статья бывшего командующего войсками НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, который считает, что тоже нужно пойти по этому пути, или, иначе говоря, по корейскому сценарию. И он называет три урока, которые могли бы быть интересны для Украины. Это Украина должна давить на Запад, чтобы получить серьёзную помощь в восстановлении. Это я нашим зрителям, если позволите, процитирую. Вторым уроком получение железных гарантий безопасности в данном случае членства НАТО. И третий, последний урок, что Украине необходимо смириться, по крайней мере, на некоторое время с российской оккупацией Юго-Востока. И он говорит, что в некотором смысле все будут ненавидеть такой результат, но его будет ненавидеть и Путин. Вот в то же время Вашингтон-Пост опубликовала сегодня редакционную статью, которая так и называется, как Украина может выйти из тупика. И они пишут, что на самом деле не всё потеряно. И они пишут, что в военном отношении не всё потеряно. Украина открыла коридор для транспортировки зерна, оттеснив российские военные и морские силы ракетными ударами, ударами беспилотников. В наземных боях украинские войска наносят огромный урон российской бронетехнике в боях за Авдееву. В прошлый месяц потери российских войск за один день составили 900 человек. Украина справедливо опасается, что ей дали достаточно, чтобы выжить, но недостаточно, чтобы победить. Это некоторые разрозненные фразы. И вывод, который тоже делается в этой статье. Вы уж извините, Виталий, что так долго, но просто мне кажется, это важно. Итак, что же в конце редакторской пишет Вашингтон-Пост? В конце концов, Украина может столкнуться с реальностью, что ей придётся вести переговоры с российским противником, готовым бесконечно жертвовать деньгами и жизнями на поле боя. Эта точка ещё не достигнута, но Запад должен предоставить Украине рычаги влияния, чтобы она могла заключить максимально выгодную сделку, если придёт время. А это означает сохранение шансов Украины на выживание и развитие в качестве процветающей европейской демократии, а не вассала Кремля. Так или иначе, в той или иной интерпретации мы с Вами обсуждали эти темы. И судя по тому, что эти статьи вышли просто одна за другой, одна за другой, создаётся ли у Вас впечатление, что так или иначе это попытка, попытка объяснить Украине и Западу, что нужно идти на переговоры. Я вообще категорически отвергаю Ваш термин «мир в обмен на земли». Это не мой термин. Это Ваш термин, потому что бывший генеральный секретарь НАТО ничего подобного не предлагал. Не-не-не, я хочу процитировать, Виталий, это очень важно. Он не предлагал, но я читаю сейчас бывшего командующего войсками НАТО в Европе Джеймса Ставридиса. Он считает, что Украине стоит пойти по корейскому сценарию завершения войны и начать переговоры с заключением договора «Земля за мир». Об этом он написал в авторской статье для Блумберг. Корейский сценарий – это тоже не сценарий «Земля за мир». Южная Корея вообще никакого мирного договора с Северной не подписывала и до сих пор не подписывала. Так что, может быть, имеется в виду нечто совершенно другое. Мир в обмен на невозможность восстановления территориальной целостности силовым путём. Но это другая история, это никак не связано с НАТО. То, что говорит Андрес Фонг Расмус, и я, кстати, об этом говорил ещё полгода назад, мне кажется, в интервью украинской службе BBC, что существует определённый вариант, который обсуждался на международном уровне буквально с марта прошлого года, насколько я помню, о том, что Украина получит приглашение в НАТО, а гарантии безопасности, либо в случае её членства в НАТО, либо в случае, если она получит временные гарантии до своего вступления от Соединённых Штатов, будут распространяться на ту территорию, которая контролируется легитимной украинской властью, либо на ту территорию, которая, по мнению НАТО, не является территорией, на которую претендует Россия, то есть на территорию, которую Россия не вписала в свою злосчастную конституцию. Я как раз склонялся к той мысли, что необходимо предоставить гарантии безопасности для всей территории, которая контролируется украинскими вооружёнными силами и украинским правительством. То есть, если часть Керсонской области отвоёвана украинскими войсками, или часть Донецкой области находится под контролем украинских войск, то и на эту территорию должны распространяться гарантии безопасности. Но в НАТО Украина в любом случае может быть принята только в своих международно признанных границах. Речь идёт исключительно о пятой статье. Хотя я, в принципе, не считаю возможным, что Украина вступит в НАТО или в Европейский Союз до решения вопроса о своей территориальной ценностности. Я сразу это говорю. Но я думаю, что какие-то временные гарантии безопасности от Соединённых Штатов и Великобритании, которые помогли бы локализировать эту войну, могли бы быть предоставлены на ту территорию, которую контролирует легитимное украинское правительство с целью недопущения расползания конфликта на другую территорию Украины. Потому что такого рода возможности тоже есть. Есть возможности не только наступления украинских вооружённых сил на территорию, которая сейчас оккупирована Россией, но и наступления российских вооружённых сил с целью захвата новых украинских. Вопрос о приостановлении войны по корейской параллели, так называемой, когда просто на линии разграничения некой останавливаются войска, мог бы присутствовать, если бы у российского руководства были бы в принципе задачи и желания проводить переговоры с Украиной. Я всё время слышу одну и ту же пластинку о том, что Запад склоняет Украину к переговорам с Российской Федерацией. Я вообще считаю, что в данном случае вопрос к того, к чему склоняет украинское руководство, не имеет никакого значения. Потому что украинское руководство может соглашаться или не соглашаться на переговоры. В любом случае понятно, что Украина как государство может выжить только при военной и финансовой поддержке Запада. Если Запад представляет себе, что есть некое политическое решение вопроса и считает, что он не должен тратить деньги на дальнейшую помощь Украине, как военную, так и макроэкономическую, то понятно, что любое украинское руководство, с какими бы громкими речами оно ни выступало в телевизионных эфирах, оно пойдёт на переговоры. Не в этом же дело. Дело в том, что переговоры абсолютно не нужны, не интересны президенту Российской Федерации, Владимиру Путину и русскому народу. Потому что и президент России, и русский народ сейчас ощущают себя абсолютно комфортно в сложившейся ситуации. Они ведут войну на историю, освобождают те земли, которые они уже оккупировали, от нелояльного населения. Они понемногу зачищают всю остальную территорию страны. Гибнут люди. Демографическая катастрофа. Экономические проблемы. Страна, которая существует исключительно за счёт чужой экономической помощи. Это именно то, что им нужно на протяжении ближайших лет. И я не вижу никаких оснований у Москвы, если бы я был на месте Владимира Путина, идти на какие-либо переговоры с Российской Федерацией. Поэтому я вообще не понимаю, почему мы обсуждаем то, чего нет. Почему мы обсуждаем переговорный процесс. Многие западные политики об этом говорят по одной простой причине. И до сих пор не понимают, что нет такой цены, которую не заплатил бы Владимир Путин за агрессию и за уничтожение чужих территорий. За оккупацию Украины и других бывших советских республик. За восстановление так называемой исторической России в границах Советского Союза 1991 года. Путин положит любое количество русских, чтобы эта цель исполнилась. И самое главное, что тут он выражает полностью интересы подавляющего большинства граждан своей страны. Правда, нужно учесть. Это тоже важный факт. Что если Путин захотел бы выйти из войны с оккупацией территории, которая уже находится под контролем его армии, он мог бы это сделать, опираясь на общественное мнение. Мы видим эти социологические опросы, которые говорят, что большинство россиян не против прекращения войны, с учетом, что оккупированные территории останутся за Россией. Но, если представить себе возвращение территории, то тут нет даже значительно общественной поддержки. Большинство русских как выступало, так и выступает за то, чтобы они сохранили оккупированные территории в составе России. И я это тоже хотел бы, чтобы мы учитали. Поэтому, Людмила, если честно сказать, это все пустопорожные разговоры. Я просто считаю, что ничего подобного не произойдет. Я был бы очень рад, пусть меня там не воспринимает большое количество украинских экспертов и политиков, которые делают себе карьеру на рассказах о том, как мы быстро все это решим и завершим, я был бы очень рад, если на Вашингтонском саммите НАТО мы получили бы приглашение в НАТО и гарантии безопасности. Такие, которые позволили бы мне сказать украинским гражданам, что теперь им не угрожает ядерный удар со стороны России, что теперь те регионы, которые находятся под контролем украинской власти, никогда не будут оккупированы больше российской армии, что по крайней мере 80% территории страны может надеяться на мирную, нормальную жизнь. Без ракетных обстрелов, без ударов, без пилотниками, без каких-либо новых попыток оккупировать их, что мы теперь локализируем войну на том участке, на котором будет находиться на момент предоставления этих гарантий вооруженные силы Украины и Российской Федерации. Но вероятность такого исхода событий, она у исчезающих мала. Скорее всего, ничего не произойдет такого. И война продолжится в том же виде, в котором она продолжается еще долгие и сложные для украинского государства и народа годы. Это и есть реальность. Все остальное – это мечты. Мечты о переговорах, мечты о гарантиях, в реальные политические конструкции все это не укладывается, к сожалению. Хотя, как вы знаете, я всегда эти конструкции собирался и собираюсь далее изобретать, чтобы найти хоть малейший вариант для того, чтобы сказать украинцам, что они когда-то услышат слово «мин». Вообще, если честно, я вообще считаю, что нужно перейти к более глобальному пониманию этой ситуации. Например? Вот понимаете, мы все все время хотим вернуться в прошлое. Владимир Путин хочет вернуться в какое-то такое прошлое, то ли в 1990 год, то ли в 1953. Мне трудно понять, где у него эта идеальная картина прошлого, но я прекрасно понимаю границы этого прошлого. Это Советский Союз, это линия государственных границ СССР в составе России, это сфера влияния Советского Союза после Ялты. Ну, собственно, эта мечта, она была очерчена в тех гарантиях безопасности, которые Россия предложила Западу накануне нападения на Украину. Гарантии того, что ни одна из бывших советских республик не вступит в НАТО, это такой сигнал, что давайте возвращайтесь домой, иначе мы вас всех задавим, и Запад вам не поможет, он расписался, что он не поможет. Вот автограф президента США, и одновременно выведение новых средств вооружения с территории Трансцентральной Европы и бывшей Югославии. Тоже сигнал. Видите, Запад расписался, он вас защищать не будет, пусть вы в НАТО, но вы должны быть в нашей сфере влияния. Условно говоря, в Центральной Европе должно появиться 10 Орбанов. Вот это та идея, та программа минимум, которую собирался Владимир Путин осуществлять. И это прошлое, возвращение в прошлое. У всех остальных тоже свои представления о прошлом. Кто-то считает, что можно вернуться в 2014 год, то есть к тем международно признанным границам, которые Украина имела на момент аннексии Крыма. Хотя понятно, что с аннексией Крыма и даже больше с нападением Владимира Путина на Грузию в 2008 году международное право, существовавшее после Ялты, окончательно похоронено. И его восстановить уже невозможно. Кто-то, как, например, президент Владимир Зеленский после февраля прошлого года, хотел вернуться на ситуацию 24 февраля прошлого года. Помните, когда говорили, что вот должны российские войска отойти к этой линии, к условной линии Минских соглашений? Но это все абсолютно бессмысленные разговоры по той причине, что в политике невозможно возвратиться в прошлое. Вот невозможно. Можно идти только вперед. Любые попытки возвращения в прошлое, как известно, при предыдущих конфликтах и войнах они приводили к удручающим результатам для тех, кто хотел вернуться. И для тех, кто защищал добро, и для тех, кто условно защищал зло и сил. Значит, что мы можем в принципе в качестве альтернативы предложить как концепцию? Международное право, которое существовало в Европе прежде всего, потому что вне Европе, на глобальном юге, так называемом, оно и не существовало никогда. После Второй мировой войны окончательно взорвано. Его нет. С момента аннексии Крыма его просто нет. Все остальное это естественное продолжение его уничтожения, когда вместо международного права действует право силы. Противоречия между государствами, разных, я бы сказал, блоков информации, практически неразрешимы политически. По всем вопросам, которые существуют по принципиально, по вопросам роли России на постсоветском пространстве. Совершенно разные представления. Россия считает, что это все ее территории. В Китае, как вы помните, были чиновники, которые говорили, что эти бывшие советские республики имеют ограниченный суверенитет. Помните? В Соединенных Штатах не сомневаются в суверенитете этих стран. На Балканах схожая ситуация. Россия не признает в принципе возможность существования Косово, считает, что оно должно вернуться в состав Сербии. На Западе считает, что напротив Сербии и Косово должны взаимно признать друг друга и так далее. Тайвань, та же самая ситуация. Китай уверен, что он имеет право любым путем решить вопрос будущего Тайваня. На Западе считают, что Тайвань должен быть объединен с материковым Китаем только путем политического диалога. Если нету такого политического диалога, значит не должно быть объединения. И я вам мог бы привести еще десятки таких примеров. Это в принципе ситуация, которая складывалась в мире перед Первой и перед Второй с мировыми войнами. Когда разногласия между странами различных блоков информации были столь глубоки, что никакого никакой возможности решить это политически нет. Мао Цзэдун когда-то сказал абсолютно конкретную фразу, что политика это война без кровопролития, а война это политика с кровопролития. И это абсолютная логика любого авторитарного режима. Так вот, по большому счету, единственной возможностью для того, чтобы разрешить те противоречия, которые существуют между демократическими странами и диктатурами существуют в политике с кровопролитием, в войне, в Третьей мировой войне. Но есть одна особенность, которая отличает ситуацию 1914 года и ситуацию 1939 года от ситуации 2023-2024 года. Это ядерное оружие. Противоборствующие блоки прекрасно понимают, что в случае реальной Третьей мировой войны, даже если на нее решатся в Москве или Пекине, в этой войне действительно не будет победителей. И, скорее всего, народы, которые необходимы диктаторам для того, чтобы осуществлять их власть и зарабатывать на них деньги, станут первыми жертвами этой Третьей мировой войны. Попросту говоря, большая часть населения стран-диктатур может просто погибнуть, будет уничтожена вся инфраструктура, люди еще десятилетиями будут мучаться от последствий лучевой болезни. Да, возможно, это будет и в демократическом мире, но, во-первых, неизвестно, что сработает лучше у кого, это такой риск. А, во-вторых, от того, что это будет в демократическом мире, никому не будет от этого легче в России или в Китае. Поэтому, в принципе, возможность Третьей мировой войны выглядит абсолютно нереалистично. Но, опять-таки, выглядит это нереалистично, но никакой другой реальной возможности, связанной с тем, чтобы решить существующее разногласие, как я сказал, уже тоже нет. Что будет реально происходить в ближайшие десятилетия? Третьей мировой войны с применением ядерного компонента, скорее всего, не будет. По крайней мере, я хотел бы на это надеяться, и я не вижу предпосылок. Но, вместе с тем, я должен вам сказать, что есть реальная перспектива того, что мир не будет существовать в каком-либо порядке, о котором говорит президент Байден. Собственно, вот тот порядок, о котором Байден и сказал, он уже существует. Это порядок гибридного мира, если хотите. Вот здесь мы договариваемся, здесь мы находим общий язык, здесь мы сотрудничаем, а здесь идет война, здесь мы применяем санкции, здесь мы вооружаем тех, кого мы вооружаем, а здесь опять договариваемся по кругу. Здесь мы ослабляем санкции, потому что нам удалось решить вот этот вот конкретный конфликт, например, конфликт между Россией и Украиной, а здесь мы вводим санкции, потому что Россия напала на Казахстан, и мы хотим, чтобы она не рассчитывала на то, что ей удастся весь этот Казахстан захватить. Здесь мы отменяем санкции, потому что Россия вышла из Казахстана или согласилась с признанием его суверенитета или договорилась о каких-то российско-китайских миротворцах на каких-то границах, а здесь мы вводим санкции, потому что Россия решила, что она устроит какой-либо бунт в государстве Сахеля, и таким образом усложнила экономическую ситуацию во Франции, отказавшись, так сказать, от создания атмосферы нормальной торговли, например, Франции и Нигера по урановым залежам. То есть какие-то ситуативные такие вещи. Совершенно верно. Вот постоянная ситуативность, и так будет происходить в ближайшие 25-30 лет. До момента, пока либо не будет найдена какая-либо модель сосуществования государств с различным, если хотите, политическим строем рыночных государств, потому что все это рыночные экономики, которые взаимосвязаны. Это не как был коммунизм советский и Запад, что они просто были фактически изолированы друг от друга. Это взаимосвязанные все экономики. Россия до сих пор играет ведущую роль на рынке сжиженного газа для стран Европы. Вы это понимаете? Соединенные Штаты пытаются сейчас вытеснить Россию с этого рынка, но не очень успешно. Перед том, что Запад при этом считает, что он добивает российскую экономику. А она в это время продает свой сжиженный газ по огромным ценам европейским странам. Все это происходит одновременно. Одновременно. И при этом там Запад ведет диалог с глобальным югом о том, чтобы глобальный юг поддержал Украину в войне. И нам говорят, ой, если президент Украины поедет в Израиль, то глобальный юг может отвернуться от Украины, но при этом никто даже не говорит о том, чтобы Китай или Индия перестали покупать нефть и газу России. Все говорят о том, что они, не дай бог, не так проголосуют в ООН и сразу станет всем нам плохо. Ну то есть это все, как вы видите, взаимосвязанные, взаимоисключающие ситуации. Поэтому это просто вот так есть. Никаких предпосылок для того, чтобы что-то в ближайшее время изменилось, нет. Никуда назад мы не вернемся. Не вернемся ни к 1991 году, ни к 2014, ни к 2022. Мы зафиксировали, что с нашей точки зрения, вот в нашем клубе государств цивилизованных есть понимание международно признанных границ Украины, есть понимание международно признанных границ Грузии, есть понимание международно признанных границ Республики Молдова. Но никакого политического инструмента реального восстановления этих границ, например, нет. А есть там силовые инструменты, которые может до определенной степени применить Украина, но ни Грузия, ни Молдова, потому что они даже не выступают с такого рода инициатив. И теперь следующий вопрос, кстати, есть очень интересный. А в Европейский Союз смогут ли эти страны вступить с нерешенными территориальными проблемами? Как это будет выглядеть? Очень хороший вопрос, да. На данный момент, если говорить с точки зрения нынешней ситуации, мы понимаем, что нет, пока не будут решены вопросы территориальной целостности, никакого вступления в Евросоюз для этих бывших советских республик не будет. Будут переговоры о вступлении, но не в том вступлении. Но опять-таки мир может меняться, я еще раз говорю, в связи с этой гибридностью могут приниматься гибридные решения и по таким вопросам. Как вступление в Евросоюз и как вступление в НАТО, о чем я с вами сейчас говорил. То, что мы с вами обсуждаем, вступление в НАТО или приглашение в НАТО с одновременно предоставлением гарантии легитимности легитимным территориям, которые контролирует легитимное правительство, это и есть вызовы на ответы гибридного мира. Просто проблема в том, что, например, Андрес Фо Граспуссон уже живет в гибридном мире. Я уже живу в гибридном мире. Определенное количество политических деятелей, военных и, допустим, политических экспертов, которым я себя отношу, уже живут в гибридном мире. Это реальный мир. А большое число людей, неважно, где они находятся и в каких кабинетах, в Киеве, в Вашингтоне или в Москве, или в Пекине, и совершенно неважно, кем они являются, президентами, политическими экспертами, министрами или там еще кем-то, они живут в мире, которого нет, в мире прошлого. Потому что как только вы слышите, какие-либо предложения вернутся в прошлое, то вы сразу должны понимать, что этот политик или политический эксперт, он просто не из нашего времени. Наше время, оно другое. И главное, что нужно сделать, это приспособиться к жизни в гибридном времени. Всем нам. Ну, условно говоря. Вот все очень просто. Это как сигналом воздушной тревоги. Вот когда звучит сигнал воздушной тревоги, люди реагируют по-разному. Есть люди, которые сразу идут в бомбоубежище, не интересуясь, чем, что происходит. Есть люди, которые пытаются понять, какова угроза конкретному населенному пункту, в котором они находятся, вот эти вот ракеты или беспилотники, они точно летят в эту сторону? Или это просто взлет какого-то там самолета, который является носителем ракет? И если они увидят, что тревога более-менее приближается к ним, они идут тоже в бомбоубежище или выходят из своего дома. А есть люди, которые ни на что не обращают внимания и живут, как будто этого нет, игнорируют полностью опасность. Вот скорее, какая часть из этих трех групп выживет? Скорее всего, центральная. Потому что та группа, которая никуда не ходит, имеет меньше шансов выжить. И та группа, которая ходит постоянно, тоже имеет меньше шансов выжить, потому что, в конце концов, ей надоедает ходить постоянно, как вы это знаете. И по вашему, я думаю, опыту, и по моему. В конце концов, просто нет уже никаких жизненных сил. Выживает только тот, кто реально анализирует. Значит, какая группа политиков, какая группа политических экспертов и военных может, в принципе, выжить в этом гибридном мире? Та, которая понимает реальную ситуацию. Вот нам реально нужно это понять. Каковы вообще государственные задачи Украины в этом гибридном мире? Первая задача — это сохранение украинского государства. Мы прекрасно понимаем, что Путин ведет войну на истощение, что его главная задача, чтобы в этой стране было не столько даже, сколько меньше территорий, потому что эта территория, естественным образом, уничтожается инфраструктурно, и это будет продолжаться, но и чтобы было как можно меньше населения. Значит, наша задача — сохранить государство как можно большим количеством населения, которое здесь будет жить после окончания или замораживания военных действий. Это первая задача наша. Вторая задача наша — чтобы сохранить международно признанные границы Украины как неоспоримые для подавляющего большинства стран мира, чтобы не допустить, чтобы какие-то государства признавали то, что Крым, Донбасс и юг Украины являются частью Российской Федерации. Так не раз было. Сначала с агрессором не хотели соглашаться, а потом понемногу соглашались с тем, что он имеет право на ту или иную территорию. Так было с признанием российского статуса, советского статуса Балтийских стран. Так было с признанием индонезийского статуса Восточного Тимора. Это вот сейчас независимое государство, и никого нет сомнения, что Индонезия его оккупировала, аннексировала. А, между прочим, соседние страны были готовы уже вести диалог с Индонезией, признавали Восточный Тимор частью Индонезии. Даже такие демократические государства, кажется, как Австралия или Новой Зеландии. У них там были колебания очень серьезные. А были страны, которые занимали непоколебимую позицию. То есть вот это очень важный момент, потому что это все может меняться. Это второй момент очень важный. И третий момент. Нам нужно создать в любом случае условия для политического возвращения этой территории в будущем, потому что мы с вами не можем сказать, что военные условия будут благоприятствовать в ближайшие месяцы или годы. Это неизвестно. Может быть, это будет так. И это был бы прекрасный вариант. Это не был бы вариант окончания войны, как я уже неоднократно говорил. Но это был бы вариант возвращения всей территории. Возможно, мы тогда смогли бы получить гарантии безопасности на всю нашу территорию. Но тоже неизвестно. Потому что все дело в том, что даже если мы ее возвратим, а Россия будет на нее претендовать и говорить, что она ее, неизвестно, дадут ли нам гарантии на эту территорию от страны НАТО, понимаете? Зная, что Россия будет дальше там готова воевать. То есть хотелось бы надеяться, что да, но мы же не можем говорить за них. И это должно быть, кстати, единогласное решение. Единогласное. А там, как мы знаем, Венгрия. А там, как мы знаем, Словакия. Мы видим, что происходит с приемом НАТО Швеции, правда? Потому что это неоднозначная вся история. Но в любом случае это понятно, что к этому нужно стремиться. Вот, собственно, и все. Теперь сверхзадача. Должны понять украинцы, что вот это будет такой гибридный мир постоянных войн и конфликтов. Нет никакого рецепта согласия. Мы теперь даже встречам Байдена и Си Цзиньпина радуемся как какому-то великому откровению. Да, это правда. Потому что вот, наконец-то, они хоть поговорят. А китайцы четко говорят, мы хотим поговорить о механизме консультации по разногласиям. Не то, что мы хотим о чем-то договориться. Чтобы мы просто могли как-то избежать конфронтации. Такое серьезное. Чтобы мы могли обмениваться какими-то мыслями. Вот это все, что мы можем достигнуть. Поэтому войны будут продолжаться на разных территориях в мире. В Европе, в Азии, в Африке. Всюду будут конфликты. В Латинской Америке. Разные. Потому что, еще раз повторяю, международное право сломлено. Военной возможности восстановить международное право в связи с ядерной угрозой нет. Вот это такой мир, в котором мы теперь живем. Он когда-то должен быть появится. Это тоже естественный исторический процесс. Потому что, как только исчез страх перед войной, прошло сколько там, 75 лет? Как только умерли поколения, которые помнили войну, сразу должен был появиться реваншизм. А где? Естественно, в тех странах, которые на самом деле проиграли Вторую мировую войну. А какие страны на самом деле проиграли Вторую мировую войну? Россия на самом деле проиграла Вторую мировую войну. Потому что, как оказалось, страны, проигравшие Германию, Италию, Японию, они воспользовались всеми преимуществами тех стран, которые, проиграв войну, модернизировали свое общество и экономику. Они оказались настоящими победителями вместе с Соединенными Штатами и Великобританией. Посмотри, Германия – экономический локомотив Европы, Япония – экономическое чудо Азии, Италия – тоже сильная в экономическом отношении страна, но она и не центральная, но она и в центральной стране в войне, как мы помним, не была. А Россия, по сути, Советский Союз, он экономически самоуничтожился, грохнулся, распался на части. И, естественно, есть реванширские настроения, как в любой проигравшей стране, как в Германии 30-х годов. Что Россия 2000-х – это Германия 30-х, после Веймарской республики 90-х, все правильно, это естественный процесс. И вот мы теперь видим этот реваншизм. Как был остановлен германский реваншизм? Войной. Как можно остановить российский реваншизм? Только гибридным образом, потому что никто не готов к ядерной войне с Российской Федерацией. Значит, вот это так будет до момента, пока Россия не найдет в себе внутренние силы, я не знаю, будет ли это вообще когда-либо, понять, что реванш может состоять в ее цивилизационном развитии, а не в попытке захватить чужие территории ни в насилии, ни в убийствах, ни в грабежах и так далее и тому подобное. Не знаю, насколько это сейчас реально обсуждать. Возможно, когда-то в будущем, да. Но дело, опять-таки, не только в этом. Дело в том, что наша задача в этой истории гибридных войн оказаться там, где мы будем надежно защищены. Это где это вдруг? Это в НАТО, это в Евросоюзе, это на Западе. Но есть другое место, где есть защита, это Россия. Белоруссия, она защищена Россией. Только плата за это, отсутствие свободы, отсутствие развития, отсутствие национального будущего. Это не для нас. Значит, для нас Запад. Значит, наша задача попасть на Запад и смотреть, как я уже вам говорил и еще раз это говорю, смотреть на все будущие войны и зрительные ложи. Пока у нас нет такой возможности, наша задача не истечь кровью, потому что мы фактически, вы знаете, как такое животное, который вот хищник уже вонзил лапы и уже кусок мяса оторвал, да. И мы истекаем кровью. Это реально то, что происходит. Наша задача вырваться из этих лап, вырваться, нанести как можно больший урон хищнику, чтобы он не мог больше к нам приставать, залечить раны настолько, насколько это возможно. А бывает, что хищник тебе отгрызает руку или ногу, вот ты без нее живешь, значит, нужен протез. И дальше, в таком уже, скажем так, выздоровевшем состоянии, относительно выздоровевшем, смотреть на войну за стен, из-за стены безопасности. На другие войны, которые будет устраивать там Москва или Пехин. Или Тегеран. Мы видим, что Тегеран на многое способен. Мы сейчас ни слова о Ближнем Востоке не сказали, да? А на Ближнем Востоке такой гибридный мир, в 1948 году, между прочим. Кстати, да. Кстати, это очень важное и интересное замечание. Вы правы совершенно. Поэтому, то есть, мне ничего... То, что происходит сейчас многие мои... Извините, перебьем секундочку, да, Виталий. Но ведь вот этот гибридный мир, который на Ближнем Востоке, это ведь не очень интересная история. Это нужно вот теперь все по-новому это осмыслить, на самом деле. Да, оно нужно. Ну да. И, кстати, есть еще один момент о Ближнем Востоке. Я очень удивляюсь тому, что сейчас многие мои друзья или читатели и корреспонденты еврейского происхождения, они поражаются антисемитизму фактическому в Европе, и не только в Европе, который прячется под маской антиизраильских настроений. И для меня тоже очень странно, что они удивляются так, как будто они не знают мировую историю антисемитизма. Ведь, по большому счету, почему его так явно не было? Потому что, если тебе стыдно за своего отца или мать, или бабушку, или дедушку, ты их еще реально знаешь, на руках которых еврейская кровь. И в Европе так, от, скажем так, от Франции до Центральной Европы, прошу прощения, у каждого второго, учитывая масштабы Холокостка. Кто-то участвовал, кто-то доносил, кто-то просто смотрел, кто-то вселился в еврейскую квартиру чужую. И так повсюду. Если вы думаете, что в нашу квартиру в Киеве никто не вселился, то вы ошибаетесь. Просто выжила моя семья, которая была отсюда. Не вся, но выжила, да? Ну, кроме там, самые близкие родственники. Я не говорю о тех, кто погиб и вообще о их, так сказать, квартирах или домах мы даже не разговаривали. Это отдельная история, так любой человек моего возраста вам это расскажет, да, еврейского происхождения. Неважно, не об этом сейчас речь. Вот. Но, когда это уже какие-то прабабушка и прадедушка, дальние какие-то родственники, отдаленные, о которых ты ничего особо и не знаешь. Ну, может, он был штандантерфюрером СС или там участвовал, писал на кого-то донос. А может, ты не был, ты просто этим не интересуешься. Вы много знаете, Людмила, о своих прабабушках или прапрабабушках или прапрадедушках? Признаюсь, честно, не так много. Ну, вот, а в странах типа Германии или Франции лучше даже об этом не интересоваться, чтобы не увидеть этого прапрабабушку или прапрадедушку в мундире СС или, например, в правительстве Виши. Ну, как-то нехорошо. Зачем это? Это так давно было. А у я самостоятельный человек, надо мной не давлеет эта память предков. И, как ни странно, я к этой памяти спокойно возвращаюсь. Сам по себе могу спокойно говорить, что я считаю евреев колонизаторами Израиля, и им нужно оттуда убираться и не мучить бедных палестинцев. Хотя мой прабабушка и прадедушка ходили по этим же улицам с криком «Жиды, убирайтесь в Израиль!». И сожгли их за то, что они не убрались. А я хотел бы, чтобы они были сожжены за то, что они исполнили указания моего бабушки и дедушки. Потому что наша задача не то с прабабушкой и с прадедушкой, не то, чтобы они куда-то убрались, а в том, чтобы мы их дожгли наконец. Почему мы их не дожгли? Жжем, жжем, жжем всей Европой и никак не дожжем. Ну, вот такая неприятность у нас. Нет выполнения нашей главной национальной задачи, ради чего европейский народ такое ощущение вообще существует. Мы думали ради высокой культуры, ради Баха, Бетховена и всего остального, оказывается, не только ради этого. Ну, кстати, к русским это тоже относится. Мы же тоже думали, что они ради Чайковского и Римского-Корского существуют. А им еще захотелось там в Буче музыку исполнить совершенно другого типа. Ну вот, тоже хороший такой ответ. Это же все карты одной фактически, колоды. Ксенофобия, ненависть к тому, кто не хочет соглашаться с твоим представлением о мире и так далее и тому подобное. Поэтому я на самом деле не собирался тут читать какую-то нотацию о характере нынешнего европейского антисемитизма, совершенно позорного и отвратительного. Я исключительно о чем хотел сказать, что все это естественным образом возвращается, когда исчезает память о насилии. И просто все это уже и должно было так быть. Потому что с 1945 года прошло сколько лет? Почти 80. Значит, почти все уже умерли. Сейчас умирают последние дети войны. Когда они окончательно уйдут от нас, реваншистские настроения или там какие-либо ксенофобии и так далее еще больше усилятся. А потом на основании страшного опыта тех, кто переживет эти гибридные войны, наступит опять какое-то время, 80 лет, стремление договариваться мирно. Но до этого момента нам еще всем нужно дожить. И нужно, чтобы количество людей, которые потеряют своих детей, супругов, братьев, будущее, близких, конечностей, психическое здоровье и так далее, было достаточно критически велико, чтобы наступила реальная возможность для мирного сосуществования. Причем достаточно критически велико не здесь, не в Украине, не в странах, на которые нападают, а в странах, которые нападают. Вот это и будет реальные, если хотите, предпосылки для создания нового мирового порядка, в котором страны будут договариваться политическим путем. Условно говоря, для какого-нибудь нового Венского конгресса. Но пока что предпосылок для этого нет, а мы пока что находимся в положении жертвы, а не участника этого конгресса. Нам нужно, первое, выжить как нации, украинской нации выжить. Украинской. Не мне, человеку еврейского происхождения, а украинскому народу, потому что на этой земле есть смысл в государстве, только если здесь живут этнические украинцы. Все остальные, кто поддерживает их цивилизационный выбор, быть украинцами, говорить на украинском языке, развивать свою культуру, уважать свою историю, свою церковь, тоже важны очень, но мы, как вы понимаете, не являемся смыслом создания этого государства. Так вот, нам необходимо, чтобы сохранились на этой земле этнические украинцы, этнические. Как, допустим, еврейское государство в Израиле имеет смысл, если там есть евреи, там нет евреев, нет Израиля. Ну, понятно это, да, я думаю? Вот я из этого и скажу, это не популярные слова, не политкорректные. Я их совершенно спокойно произношу, именно потому, что во мне капли украинской крови нет, ни одной. Нет, даже если одну каплю захочетесь найти, не найдете ее, нет ее. Поэтому я абсолютно четко говорю, моя задача, чтобы этнические украинцы сохранились в украинском государстве. И, естественно, государство, которое, чтобы меня не объявили тут в нацизме, Маша Захарова и компания, в котором будет уважать права всех национальных меньшинств, в котором будут обеспечены возможности их языкового и культурного развития, развития языков национальных меньшинств, даже, кстати говоря, русского языка, как языка одного из национальных меньшинств Украины. Понятно, что если русский по национальности человек хочет свой язык учить в украинской школе, он должен иметь такую возможность. Только курс русской литературы должен быть не тот, который его преподают в школах Российской Федерации, а настоящая русская литература. Но это совершенно другая история. Просто я сделал это, так сказать, отступление, чтобы вы не печатали мои портреты с сообщением, что я, в общем, тут расовыми теориями занимаюсь. Нет, я просто говорю о смысле существования государства как такового на этой земле. Так вот, это должно быть раз, и государство должно быть сохранено два. Все остальное, территориальные вопросы, они могут быть обеспечены только, если мы получим реальные солидные гарантии безопасности от наших партнеров. Мы не можем вечно воевать сами за территорию, понимаете? Вот и все. И опять-таки, для того, чтобы это понять, нужно понять, где мы находимся. Вот мы в таком мире находимся. Не пытайтесь убежать от него назад. Назад нельзя бежать. Так история не работает. Виталий, вы очень хорошо сейчас описали ситуативность, да? Вот как выглядит этот мир, и как он будет выглядеть. И вначале вы спросили, так зачем же мы говорим о переговорах? Но ведь в этом ситуативном мире, получается, переговоры и войны, это будет такой два главных инструмента. Лучше переговоры, конечно, чем войны. Конечно. И в этом смысле вопрос. Вопрос тогда. Как говорить с такими государствами, и будут ли говорить с такими государствами, как Россия, и когда с ними будут говорить? Вот Шольц, например, интересно сказал недавно. Он сказал, да, мы готовы. Мы говорили с Россией, и будем говорить с Россией, но не раньше, чем она выведет свои войска из Украины. Вот просто у меня цитат прям лежит, да, когда я готовилась к интервью. Но есть и такое мнение, есть и куча других. И в этом смысле, вот, я правильно понимаю, что тогда и с Россией говорить? Есть, разумеется, говорить придется со всеми. Это понятно. Вопрос, кому говорить? Для того, чтобы завершить войну между Россией и Украиной, Россия и Украина между собой на определенных этапах абсолютно не обязательно разговаривает. Может быть, перемирие, связанное с окончательным истощением сторон. Может быть. Может. Это перемирие может быть подписано по периметру или образцу зерновой сделки. Там, что были переговоры между Россией и Украиной, министры из Украины и из России даже не встречались между собой. Такого рода, это, понимаете, ведь это же и есть модель гибридного договора. Приходит один, договаривается с посредниками, выходит. Приходит другой договариваться с посредниками, выходит. При этом они, безусловно, могут вести между собой кулуарные консультации, о которых не будут информировать общественность. Я не имею в виду даже Россию и Украину. Вообще не говорю о модели. Может быть, такое перемирие, да? Это не будут переговоры с Россией после того, как она выведет войска. Вот политические переговоры с Россией, например, о снятии санкций, могут начаться после того, как Россия выведет свои войска с международно признанной украинской территорией. А если этого никогда не произойдет, то таких переговоров и не произойдет. Но может быть политика мелких обменов. Вот вы прекращаете, гарантируете прекращение ракетных обстрелов территории Украины и разблокируете украинские порты. А мы в обмен разрешаем там продавать вам, я не знаю, редкоземельные металлы на какой-то там рынок. Уменьшаем, увеличиваем цену вашей нефти. А переговоров с вами не ведем ни о чем. Не будет никакой нормализации отношений. И не будет никакого общего снятия санкций. Можем пойти вам навстречу, если вы вам тут идете навстречу. И так по каждому шагу, и это может все продолжаться долгие годы. Так выглядит ситуация. Кто кого переждет. Запад Россию, Россия Запад. Путин уйдет, его режим развалится. Или появится новая когорта западных политиков, которые скажут, все, слушайте, достаточно. Мы договариваемся с Россией на условиях совершенно других, чем говорили наши предшественники. Мы не можем быть заложниками этой украинской ситуации. Так тоже может быть. Но я не вижу оснований, потому что, если они так скажут, Россия на следующий день нападет на не Украину. И придется им опять отказываться от этого переговорного процесса. Они уже пытались договариваться с Россией после войны в Грузии. Ну и что они получили, как говорится? Ничего. Войну в Украине. Так что в этом смысле могут быть такие... Просто надо понять, что это вот такой вот будет карусель такая. Такой сложный очень мир. И странам нужно приспосабливаться жить в этом мире. И людям, кстати, тоже. Придется часто менять места жительства. Придется отказаться от идеи безопасной инвестиции в недвижимость. Потому что вы инвестируете сегодня. Допустим, вы считаете, что вот этот вот регион безопасен. А туда прилетела ракета. Придется отказаться от идеи безопасной инвестиции в бизнес. В ряде случаев. Вот сейчас зерновой коридор частично открыт. И какие-то компании готовы жертвовать безопасностью. Ну, практически даже другой уровень страховок. Чтобы возить зерно из украинских портов. Это рискованное мероприятие. Но так может выглядеть теперь бизнес для многих стран. Но сейчас говорят, что Израиль должен обязательно в какой-то момент снизить уровень опасности. Потому что израильская экономика просто никогда не может выдержать долговременной войны. Вы, кстати, посмотрите. Все израильские войны продолжались по несколько недель. Да, не дольше. А эта война может занять год, как говорят. Но возникает вопрос, а Израиль вообще знает, что такое воевать год? Экономически. Ведь Израиль 2023 года. Современная европейская по экономическим параметрам страна с технопарками. С высоким уровнем инвестиций. С огромным уровнем цент на недвижимость. Вы купите квартиру в Герцле и умрете. Возвращается к Израилю до войны, судного дня и мирного соглашения с Египтом. Экономически, если война долго продолжается. А нынешнее поколение израильтян уже поверило, что оно живет в таком Израиле, как типа в Бельгии. А это оказалось не Бельгия. А может быть Марокко? Ну это же тоже... А это другая совсем уже история. Конечно. А это нужно переосмыслить. И украинцы тоже. Украинцы должны понять, что они жили в стране, которая по своим масштабам и экономическим возможностям могла быть сравнима с Польшей. И вопрос, какой Украина выйдет из этой войны. Масштабы Украины какими будут. Поэтому я так и говорю. Очень важно, чтобы мы создали эффективное экономическое и политическое объединение внутри Европы, стран Центральной Европы. Польши, Украины, Чехии, Словакии и Венгрии, возможно Румынии, в этой связи и Республике Молдова, с лидирующей ролью в такой ситуации Польши и Румынии. А мы тоже хотим лидировать. Мы тоже хотим лидировать. Каким? Правильно. Но для того, чтобы лидировать, нужно достаточное количество населения. Будет ли оно у нас? И соответствующий уровень развития экономики. Будет ли он у нас? Ну или армия. Или армия. Потому что, вы же сами сказали, мир будет очень сложный. Конечно, но если мы будем в составе НАТО, то наша армия не будет играть такой ведущей роли. А это еще бабушка НАТО рассказала. Вон у них армии куча нетренированных и неподготовленных-то были. На всякий случай. Если мы считаем, что Россия решится на ядерный конфликт с НАТО, то все наши разговоры не имеют смысла. Тогда мы переходим к другому треку. Треку Третьей мировой войны. И к тому, что победитель создав новый мировой порядок. Это неинтересная тема. Потому что она вряд ли доставляет нам с вами лично какие-либо серьезные шансы. Интересная тема, если Третьей мировой войны не будет в принципе. Роль нашей армии после вступления в НАТО будет достаточно ограниченной, как и роль любой другой армии. Если мы вообще не собираемся воевать. Но это отдельная история. Опять-таки, мы можем лидировать вместе с другими странами Центральной Европы. Не важно, кто будет лидировать в нашем блоке. Важно, что Центральная Европа может быть таким экономическим локомотивом очень важна. Но для этого нужно для всего этого дожить. Дожить это самая большая проблема. Потому что может получиться что-то гораздо сложнее, чем нам кажется. Но я пытался просто объяснить эту картину. Я пытался объяснить, скажем так, на что я или на что господин Расмуссен опираются, когда ищем промежуточные варианты. Мы можем ошибаться. Но мы исходим из гибридности ситуации. Даже наши ошибки, они связаны с тем, что мы пытаемся, понимаете, плыть в неизведанных водах. Так непонятно, вот я не знаю, я вот так психологически устроен, что я вообще боюсь плыть, когда нет дна. И когда нет дна, я начинаю думать, что же я должен сделать иначе. А для человека, который этого не боится, он считает, что ну и нет дна, и есть дно. Какая разница? Он у тебя плывет и плывет, плывет и плывет. Потом бах, его съела акула. Очень обидно. Не то, что нет дна, а какое дно? Не то, что нет дна, но это все равно какое дно есть. А вот какое дно? Непонятно. Ну как, для меня его нет, я утону, если я перестану плыть. Я стараюсь плыть, и какое дно я тоже не очень понимаю. Но я знаю одну вещь, что я должен плыть вперед в этой ситуации. Хотя ситуация для меня угрожающая. Потому что я уже не имею опоры под ногами, ее нет. Вот большинство людей, которые, допустим, со мной спорят, оно считает, что оно стоит. Или так, что оно плывет, но в любой момент может встать на почву. А я пытаюсь вам объяснить, нет, там ничего больше нет. Нету. Надо плыть. Почвы нет. Потому что почва, это как раз оно и есть. 2014 год, 2022 год. В крайнем случае мы можем на это опереться. Не можете. Надо плыть вперед. Доплыть до берега надо. Виталий, а вы когда-нибудь попадали в землетрясения такие настоящие, нет? Я не случайно спрашиваю, потому что однажды я попала в землетрясение 7,5 баллов. И с тех пор я поняла, что почва, это тоже ненадежно. Ну вот это тоже хороший пример. Я не спорю, бывают разные такие повороты. Виталий, спасибо вам огромное. Спасибо, что были сегодня с нами. Очень вам за это признательно. Спасибо. Спасибо, удачи. Виталий Портников был сегодня с нами на связи, за что мы страшно благодарны. Конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь.